Всем здрасте! Сегодня у нас будет просто огромный урок, за один раз я его точно снять не успею, поэтому будет, наверное, несколько этапов. Сегодняшний наш разговор пойдет на тему такой маленькой детали, без которой Мерлин Монро не была бы Мерлин Монро, Ланна Эндели Рей не была бы Ланна Эндели Рей и даже Риана не была бы Рианой. Это накладные ресницы. Вот человеку, который придумал накладные ресницы, можно прямо сейчас ставить огромный памятник, потому что образ классической женщины вам, дивы голливудской, просто диснеевской принцессы никак не может существовать без роскошных ресниц. При этом у каждого образа накладные ресницы будут своей формы и длины. Отсюда как раз-таки это многообразие, которое представлено в магазинах. И самостоятельно разобраться в ассортименте накладных ресниц, мне кажется, практически невозможно. Накладные ресницы это то, что придает даже самому обычному нюдовому макияжу в какой-то завершенный, доработанный и продуманный внешний вид. Вот даже если мне сейчас на мои просто накрашенные реснички добавить вот такой вот ряд, мой образ будет уже выглядеть достаточно проработанным. То есть это будет такой нюд, но нюд для красной ковровой дорожки. И перед тем, как определиться с тем, как клеить и какую форму выбирать конкретно для себя и для своего образа, давайте сначала определимся с поводами для накладных ресниц. Потому что все-таки эта штука не повседневная. Вы должны воспринимать накладные ресницы как вау-эффект, который вы можете добавить в свой макияж. Это, можно сказать, секретное оружие ваше, и я вам настоятельно рекомендую оставить его для особых случаев. Для обычного повседневного макияжа накладные ресницы ни в коем случае не нужны, а даже противопоказаны. Потому что это все-таки будет too much. Здесь схема очень простая, она работает как в макияже, так и в одежде. Если мы где-то что-то утрируем или усиливаем, мы должны усилить это везде. Как работает это в макияже? Смотрите, мы сделали нейтральный макияж и легонечко накрасили реснички. Если мы усиливаем макияж глаз в Smoky Eyes, добавляем очень много черного, усиливая тем самым затемнение на глазах, мы должны усилить и ресницы. Не обязательно сильно, можно гуще накрасить ресницы, можно добавить накладные пучки. Это самый такой нейтральный, легкий вариант. Но если мы к этим Smoky Eyes добавили еще немного блесток, добавили прическу, надели вечернее платье, выпрямили уже спину, встали на каблуки и надели все свои брюльянты, легких пучков для гармонии такого праздничного образа уже недостаточно. Потому что мы все усилили. Мы надели туфли, которые мы не носим в повседневке, мы надели идеально сидящее платье в пол, которое мы тоже каждый день не носим на работу. Если мы, обобщая, сделали все, что мы не делаем каждый день, потому что это особый случай, макияжа и ваших ресниц это тоже касается. Поэтому без вот такого вот хлоп-хлоп нам, конечно, никуда. Хотя это ресницы, посмотрите, они довольно-таки густые. И в повседневном варианте, конечно, это будет уже слишком. Вот посмотрите фотографии с красноковровой дорожки, например, Оскар или Грэмми. Ни одна звезда не выйдет на красную ковровую дорожку. Да ладно, что там красная ковровая дорожка? Вообще не выйдет. Давать интервью, участвовать в ток-шоу, не выйдет на фотосессию или куда-нибудь сниматься без накладных ресниц. Позволить тебе это может только Тильда Суинтон, потому что она белая королева. Спорить с этим нельзя. Это стайл. Но если ваш образ чуть-чуть более приземленный, то, конечно, без накладных ресничек прям никак-никак нельзя. Наверняка сейчас многие из вас подумали, а не проще ли просто взять и нарастить ресницы и не мучиться. Не проще, потому что это немного другое. Это вот как раз-таки та тема про нарушение парадного этикета. Нежелательное это в повседневном образе разводить волочковщину. Ну правда, если у вас нет особого повода наращивать ресницы, лучше, конечно, это не делать. Обойдитесь тушью. Просто возьмите один раз и научитесь нормально красить ресницы тушью. Ей тоже можно сделать крутые ресницы. А особые поводы для наращивания это вот что. Во-первых, это очень сильная асимметрия глаз. Это единственный способ сгладить или вообще визуально устранить асимметрию с помощью декоративных средств. Все остальное только хирургическим путем поправляется. За счет накладных или наращенных ресниц можно очень даже поправить такую жесткую асимметрию, как, например, у Paris Hilton, когда вообще два глаза разные. Ну и, в принципе, еще можно оправданным поводом назвать отпуск на море. Но это в том случае, если вы очень комплексуете без макияжа выходить на пляж. Второй повод наращивать ресницы это тяжелая верхняя века или азиатский разрез глаз. В этом случае наращенные ресницы, конечно, тоже очень сильно сокращают количество трудов над ежедневным макияжем. Только не надо, пожалуйста, наращивать слишком длинные ресницы. Лучше выбирайте короткие ресницы практически в свою длину или немного подлиннее и наращивайте их чаще. То есть пусть их лучше будет больше, но они будут короткие, эффект будет намного лучше. Самый отвратительный образ девочки с наращенными ресницами это когда они длинные и редкие. Вот это прям чудовищно выглядит, поэтому так не надо. Но давайте все-таки вернемся к ресницам одноразовые. Кстати, они совершенно даже и не одноразовые. Особенно если вы снимете ресницы без воды. Клей, он очень мягкий и силиконовый и легко отходит от кожи, если потянуть пальчиками за реснички. Но если вдруг вы понимаете, что ресницы у вас приклеились прям крепко, возьмите ватную палочку, смочите ее в жидкости для снятия макияжа или в горячей воде. И по контуру ресничек размочите вот этот слой клея и аккуратненько снимите ресницы. Очистите с края ресниц клей, прям пальчиками собирайте его, он силиконовый, он легко отходит. И можете положить свои ресницы обратно в коробочку до следующего раза. Сложить они и так могут бесконечно, пока не потеряйте. Если будете снимать ресницы прям во время умывания с помощью воды, они конечно от этого тоже не испортятся, но потеряется вот этот красивый мягкий фабричный срез. Потому что они все равно начнут склеиваться между собой и будут уже не такие красивые. Когда вы захотите использовать их в следующий раз, они уже будут выглядеть не так естественно, как при первом применении. Теперь давайте поговорим про форму накладных ресниц. Очень важно, какой у ресниц срез. Вот смотрите, перед вами три пары накладных ресничек. Эти круглые, видите, у них внешний и внутренний уголок практически одинаковые по длине. Самая длинная часть вот здесь в центре. Эти длинные у внешнего уголка, посмотрите, насколько внешний уголок длиннее, чем внутренний. И эти более-менее нейтральные. У них внешний уголок, конечно, немного подлиннее, но незначительно. Так вот, запомните, какие накладные ресницы, такой будет глаз. Накладные ресницы круглые, глаз будет круглый, такой как у Бэмби. Немного кукольный и очень добрый глаз. Ресницы, которые очень сильно удлиняются к внешнему уголку, точно так же будут раздвигать вам глаза и вытягивать их к вискам. То есть это, можно сказать, эффект очень длинной стрелки. Глаза сильно растянутся. Это больше подходит для таких хищных, немного стервозных образов, для кошачьих глаз. Вот прям перфект. И вот вам нейтральные ресницы, которые, в принципе, подходят подо все. Они все делают по чуть-чуть. Немножко округляют глаз, немножко раздвигают его к вискам, добавляют эффектности вашим ресницам и делают макияж более проработанным и правильным. При этом срез и чистота волосков тоже бывают разные. Вот, например, круглые, которые я вам уже показывала, а вот еще одни круглые. Но смотрите, они совершенно по-разному выглядят. Или вот, например, ресницы длинные у внешнего уголка, а вот еще одни ресницы удлиненные у внешнего уголка. В этом тоже посмотрите, какие они разные по густоте и по тяжести своей. И нейтральные, немножко удлиненные к внешнему уголку. Вот вам, пожалуйста, тоже удлиненные к внешнему уголку. Но эти реснички невооруженным глазом видно, что тоже намного гуще. И здесь, конечно же, встает вопрос, какие ресницы выбирать. Вот мой вам личный совет. Чем меньше понтов в накладных ресницах, в их срезе, в их длине, в направлении волосков, вот тем лучше. Вот каких я уже только ресниц не перепробовала, а для себя все равно самые простые, самые идеальные. И вы, как не профессионал, а пользователь декоративной косметики, с такими ресницами управитесь намного быстрее. Если хотите подлиннее, вот тоже более-менее похожий, довольно нейтральный ряд. А если вы хотите вообще натуральный эффект, то, конечно, ваши ресницы это пучки. Пучки могут быть длинные, могут быть средние, могут быть короткие. Длинные специально не показываю, потому что вообще у меня их даже нет. Они слишком длинные, честно. Всегда берите средние и коротенькие. Коротенькие еще, кстати, очень удобно использовать как нижние накладные реснички на случай, если вам нужна какая-нибудь некая стилизация. Я как-то уже говорила, но и всякий случай повторю еще раз. Пучки бывают двух видов, узелковые и безузелковые. Так вот, для себя берите лучше безузелковые. Именно себе безузелковые ресничные пучки наклеивать намного проще. Вот здесь это узелковые. Вот смотрите, все реснички скреплены между собой таким маленьким-маленьким узелочком, шариком. У безузелковых ресниц это место плоское, то есть все реснички приклеены рядом друг к дружке. Теперь давайте посмотрим, как с помощью разных накладных ресниц можно немного изменить образ. Вот у меня здесь такой легкий нюд, мягко завитые волосы. Давайте добавим вот такие вот кругленькие реснички, сделаем такой кукольный немного образ. Сразу по поводу клея. Я уже об этом говорила, но раз уж тут у нас урок про накладные ресницы, нам нужно комплексно обойти все темы. Клей для накладных ресниц выбирайте белый силиконовый. Он высохнет, станет прозрачным, он абсолютно комфортный, потому что он растягивается по форме вашего глаза. И даже если вам сначала окажутся ресницы неудобными, буквально через 10 минут, он как бы амортизирует реснички под вашу форму глаз, и они будут для вас абсолютно невесомыми. Он гипоаллергенный, подходит для чувствительных глаз и для тех, кто носит линзы. И это вот как раз-таки тот клей, который ресницы держат очень крепко, они у вас в течение дня не отвалятся. Но если вы потянете пальчиками за кончики ресниц, то он без лишнего дискомфорта отойдет от ваших ресничек. Еще раз повторяю, если он схватится очень крепко, вы можете с помощью ватной палочки и средств для снятия макияжа или горячей воды немножко его размочить, он отойдет довольно-таки легко. Это конкретно дуо, это, наверное, мировой лидер по производству клея для ресниц. У него все ресницы приклеивают. Продается он в разных интернет-магазинах, от маленьких до ebay, также в различных косметических сетях и фирменных магазинах косметики. Вот, кстати, что интересно, вот такая большая упаковка этого клея в магазине Inglot стоит на 100 рублей дешевле, чем в мак. И, по-моему, даже не на 100, а немножко побольше, что у меня лично вызывает некоторые вопросы, потому что мак, конечно, продает его слишком дорого. Ну да ладно. Так, берем реснички и сначала, как всегда, примеряем их. Прикладываем к последней ресничке и аккуратно раскладываем к первой. Ну так, на глаз. Так, по длине окей, подрезать их не нужно. Пора подрезать тогда немножко попозже, потому что следующие ресницы мне уж точно нужно будет немного отчикать с внешних уголков. Клей я уже тоже показывала, на всякий случай еще раз. Вот такой тоненькой полосочкой наносим. Это может быть ваша рука, мне так привычнее, потому что я так работаю. А может быть и любая другая поверхность, даже крышечка от этих самых ресниц. Многие еще любят наносить ватной палочкой или ножкой кисти клей вот таким вот образом. Это тоже имеет место быть, если боитесь заляпать все ресницы. Но для меня это слишком уторно и долго. Я просто делаю вот так. Только смотрите, не вот так, а наоборот. Вот так. И приклеиваем сначала к последней ресничке, затем к первой. И прижимаем ножкой от кисточки. И всегда вот так пальчиком немножко прожимайте реснички вниз. Чтобы они у вас направлялись вниз. У вас тогда взгляд будет именно из-под ресниц. Чтобы они веером уж совсем так не стояли. Второй ряд ресничек. Опять к последней ресничке и к первой. И ножкой любой кисти прижимаем. Поярче накрасить нижние ресницы. Добавить нежный розовый румянец на яблочке. Высветлить слизистую. Немного консилера. Немного пудры. Хайлайтер. И блеск для губ. И вот вам настоящий аборми. Прям сама нежность. Так, ну вот. С нежными кукольными образами примерно понятно. Давайте теперь снимем эти реснички. Видите, они снимаются очень легко. Уберу блеск. А теперь давайте возьмем вот такие вот более густые ресницы, которые очень сильно удлиняются к внешнему уголочку. Примеряем сначала. От последней реснички. Вот смотрите, они мне немного длинноваты. Они слишком сильно упираются во внутренний уголок глаз. Запомните, что ресницы должны начинаться от первой своей активной реснички. То есть прямо из внутреннего уголка глаз ресницы пойти не могут. Так же, как и свои. Вот видите, где-то миллиметров 5 от внутреннего уголка нужно обязательно отступать. Поэтому мне их нужно на эти 3-4 миллиметра отстричь. Можно с внешнего уголочка, тогда они станут покороче. Можно с внутреннего, тогда сохранится их длина. Я сделаю это с внутреннего уголочка, чтобы у нас разница эффектов была намного заметнее, чтобы был такой эффект очень активных накладных ресниц. Маникюрными ножничками аккуратно отстригаю. Главное, запомните, сколько вы отстригли, чтобы точно отстричь столько же на второй ресничке. А то рискуете получить совершенно разные глаза. Так же наносим клей и приклеиваем реснички. Сначала внешний уголок, потом внутренний. И второй плазик. Теперь давайте подводкой немножко доведем у внутреннего уголка. Если хотите, можно немножко даже вывести стрелку, но не обязательно. Здесь нам нужны яркие губы. Просто яркие, а очень темные. И еще дополнительно затемню. И нанесу помаду. Чуть-чуть более темных румян. И, пожалуй, здесь уже волосы можно выложить более гладко. Ну вот. Базовый макияж-то один и тот же. Заменили ресницы, дополнили образ губами. И если первый вариант у нас смотрелся хорошо бы с маечками, с кедами и с джинсами, то здесь, конечно, уже нужно роскошное платье, 80 карат бриллиантов и Роллс-Ройс. Посмотрите разницу уже в ресницах. Они очень сильно растягивают уголок к вискам. Основной акцент выходит за пределы глаза, создавая такой немного томный прищур. В таком образе я, пожалуй, пойду закончу свой сегодняшний вечер. Смотрите вторую часть. Редактор субтитров А.Семкин